Привет, друзья! Самая доступная новая модель на российском рынке это по-прежнему Лада Гранта. Но в новых ценах, да с учетом дилерских наценок, стоит она под миллион, ну, 1750-800 минимум. А чтобы подобрать на вторичке, чтобы было побольше, попрестижнее, но при этом с хорошим остаточным ресурсом, чтобы не разориться на обслуживании, запчасти-то тоже сильно подорожали, вот мы и решили, что можно обратить внимание тоже на Ладу, но Весту. Флагман побогаче, попросторнее. Итак, очередной выпуск нашей рубрики «Новое против БУ. Новая Гранта» или «Поддержанная Веста за сопоставимые деньги». Если смотреть на параметры ходовой части Гранты и Весты, вот просто на бумаге, то вроде бы все одинаковое. Макферсон спереди, балка сзади и вроде бы никаких принципиальных отличий. Но на самом деле у Весты кардинально отличается передняя подвеска. Во-первых, здесь вместо кованых рычагов штампованные другой формы, они Л-образные. И самое главное, что появился подрамник. На Весте он уже идет с завода, что, конечно, положительно сказалось на управляемости. И не последнюю роль в хороших ездовых характеристиках, в лучших ездовых характеристиках среди российского автопрома всего, сыграло то, что активно участвовали инженеры Альянса Рено-Ниссан. Выпускная система на нашей Весте ремонтировалась уже дважды. Один раз по гарантии, второй раз пришлось уже вложиться самим. Так что здесь качество не лучшее. Но, что самое интересное, оба раза в одном месте. Вот тут вот в районе Гофы случался прогар. Вот остальная часть, средняя часть, лучшая часть, и задняя панка до сих пор, а это машине уже 7 лет, пробег почти 140 тысяч километров, выглядит очень-очень достойно. Я думаю, проходит еще долго. Так что как-то вот неравномерная по качеству выпускная система получается. Но несколько лет назад АвтоВАЗ увеличил на нее гарантию до тех же 3 лет и 100 тысяч километров, что дается на всю машину. Но раньше она была меньше, так что если, допустим, вы подбираете бэушную Весту с остатками гарантии, то есть шансы, что какие-то проблемы вам решат еще бесплатно. Задняя балка. Да, бытует мнение, что она у Весты взята от Рено без изменений. Вообще вся задняя подвеска. Но нет, все детали оригинальные. Хотя и с, опять-таки, с доработками, и с доводкой от Альянса Рено-Ниссан. На грычажке Весте не положено с завода. Хотя, если уж заморочиться, есть тюнинговые продукты. Сзади тоже можно поставить на грычажную подвеску. На Весту, это уж если совсем заморачиваться. Задние тормоза с мотором 1.6 идут барабанные. То есть у Гранты на обычных версиях барабанные тормоза стоят всегда. Да, у Весты на мощных с мотором 1.8 идут сзади тормоза дисковые. Тоже отличие. Но, на самом деле, отъездив, опять-таки, без малого 7 лет на этой машине, могу сказать, что к барабанным тормозам никаких претензий нет. В общем, конструкция несколько архаичная. Да, там через диски неэстетично просматривают ржавые барабаны. Ну и что? Тормозит? Тормозит хорошо. Колодки, кстати говоря, стоят еще родные. То есть ресурс задних колодок, он тоже на барабанных тормозах получается больше. Здесь у нас Гранта с 8-клапанным мотором, 90 лошадиных сил. На Весту такой не ставился в принципе. На Гранте он сочетается исключительно с механической коробкой передач. Хотя сейчас мы говорим о новой Гранте. И сейчас новых Грант, кроме как с механикой, больше и нет. Машина легкая, так что он достаточно шустрый для нее. Особо ущербным вы чувствовать себя не будете. Другое дело, что недавно этот двигатель был модернизирован. Вместо 87 сил в нем стало 90. Есть справедливые опасения, что у мотора могла пострадать надежность. Из-за того, что что-то там сделали тоньше, что-то сделали легче. Но пока, так как двигатели свежие, особой статистики нет. Веста. Основной ее двигатель это 1,6 литра. 16-клапанник, 106 лошадиных сил. Восьмиклапанник на нее не ставится в принципе. Коробки передач с ним бывает две. Либо пятиступенчатая ручка, либо пятиступенчатый робот АМТ, как на нашей редакционной машине. Так и не смог я за 7 лет с этой коробкой подружиться. Короче говоря, если вы выбираете такую машину, нужно хорошо себе представлять, в общем, что это за зверь. Классический автомат на Весту не ставился. Альтернативой мотору 1,6 был 1,8, 122 лошадиные силы. В первых выпусках агрегат 1,8 отличался повышенным масложором. С ним долго и упорно боролись. Короче говоря, если вы выбираете на вторичке Весту с мотором 1,8, то чем позже она выпущена, тем беспроблемнее будет двигатель. Ну и третий агрегат, Рено-Ниссановский, это мотор 1,6, 113 сил в сочетании с вариатором Джатко. Вазовские моторы, они по сути имеют плюс-минус одинаковые расходники. За последние пару-тройку лет стоимость на некоторые позиции сильно выросла раза в три. Это такая общая тенденция, не обошла на сторону и вазовские моторы. Но все равно, что Гранта, что Веста, это самые дешевые сейчас в содержании машины. Про стоимость Гранта я уже сказал. А что за сопоставимые деньги мы можем найти из поддержанных Вест? Предложения на вторичке начинаются с 450 тысяч рублей. Наша машина из первых выпусков с уже приличным пробегом. Так что вот, ну, по рынку где-то она полмиллиона 550 тысяч, наверное, сейчас и стоит. То есть это сильно меньше, чем Гранта. Если вот рассмотреть более дорогие варианты от 750 тысяч до миллиона. В пределах миллиона вы найдете, например, трехлетний Кросс Универсал в богатой или даже вообще топовой комплектации. Ну, бедных их не было в принципе. Встречаются там седаны и универсалы с Рено-Ниссановским агрегатом, с вариатором. Ну, а если рассмотреть вариант попроще, то есть седан там в базовой или средней комплектации на ручке, то в пределах миллиона это вообще будет машина еще на гарантии. В прежние времена одним из главных опасений при покупке бэушной отечественной машины был кузов. Не попадется ли вам гнилье без порогов? Могу с уверенностью сказать, что применительно к вести этот страх абсолютно не обоснован. Семь соленых московских зим машина уже провела. Никаких признаков коррозии нет. Хотя, скажу честно, окрашена она не лучшим образом. Краска местами вот тут вот, например, посмотрите, на стыке заднего крыла и бампера просто начало отслаиваться. То ли бампер играет, то ли еще что-то. Вот пошли отслоения. Лак по краям начал отслаиваться. Вот здесь, видимо, ветка какая-то упала. Машина без гаража хранится тоже. Внизу камешки постарались. Здесь такие достаточно крупные язвочки. Ну и самый яркий пример – это, конечно, капот. По трассе машина поездила изрядно, поэтому он весь испещрен сколами. После семи зим, вы сами видели, ни один из этих сколов рыжим налетом не покрылся. Машина вот только-только из мойки, а сами понимаете, после мойки, после воды, вот, рыжина она как раз и проявляется. Ничего подобного здесь нет. И качество металла на Весте очень хорошее. Вот стоит сесть в Весту, чтобы уже в статике понять, за что стоит выбрать ее, а не Гранту. Да, по набору опций машины практически идентичны. Регулировка сидения по высоте, мультимедийная система тут у нас простенькая, но в обе машины можно поставить и что-то с Алиэкспресса, и есть штатные решения с Яндексом, с навигацией. Климатические системы тоже есть в обеих машинах. И в обеих машинах, даже если это автоматический режим, как и во всех представителях Б-класса, бюджетники, климат-контроль работает не очень хорошо, у Веста он более полноценный, но все равно регулярно его приходится поправлять. Веста это первая Лада, у которой руль регулируется в двух плоскостях. Есть регулировка поясничного упора, пусть всего в трех положениях, но тоже лишняя настройка, лишняя настройка для комфорта. И само сидение, мало того, что оно лучшее в российском автопроме, оно, наверное, одно из лучших даже в сегменте Б, если сравнивать с иномарками. Кстати говоря, Гранта после появления Весты подтянулась по качеству внутренней отделки, в частности, по используемым тканям, потому что первые Гранты еще в до-Вестовскую эпоху, ну, так себе были отделаны, просто вот откровенно дешевая ткань. Сейчас приятно глазу посмотреть, но сидение все равно, сидение в Гранте это с Вестой несравнимо. Плоское, без боковой поддержки, какой-то все из себя куция, ну, не то, не айс. Пластик в обеих машинах одинакового уровня, бюджетный. Говорят, более современных Вест у свежих салон собран получше, он дольше остается тихим, но вот на нашей где-то с 90-95 тысяч пробега начались различные шумы, вот гуляние пластиковых деталей. Конечно, это, безусловно, не такая погремушка, как Самара, как первая Калина, но вот присутствует легкий дискомфорт. Грант, конечно, к такому состоянию приходит пораньше, то есть здесь чуть более высокий уровень Весты тоже чувствуется. В Гранте откровенно мало места сзади, тут вот даже никакими пальцами запас пространства не измеришь, вот сел сам за собой, все, впритык, хорошо, хоть спинка мягкая и податливая, можно в нее впихнуть колени, если, конечно, водитель не начнет жаловаться. Веста в этом плане намного просторнее, можно и чуть-чуть вниз спуститься и как-то вот позу поменять. В общем, да, Веста однозначно предпочтительнее. По атрибутам комфорта тоже между машинами разница, несмотря на то, что формально они одноклассники, разница пропасть. В дорогих Вестах есть обогрев задних сидений, есть подлокотник откидной, да, в нашей машине ничего этого нет. На первых выпусках вообще таких комплектаций не было, но позже с выходом универсалов осенью 17-го года все эти опции на Весте появились. Можно вот побаловать себя, в гарантии себя можно побаловать разве что электрическими стеклоподъемниками. Даже ручки верхние здесь гораздо примитивнее, просто вот такие фиксированные стационарные, а не откидные с микролифтом. Так что если вам нужна машина под семейное использование, если сзади у вас часто ездят пассажиры, особенно взрослые, то Веста, конечно, будет предпочтительнее. По типу кузова, знаете, в обеих семействах выбор большой, причем если у Весты 4 типа кузова, то у Гранты вообще получается 5. Значит, что есть у Гранты? Седан, хэтчбэк, короткий, с мизерным багажником, непонятно почему, кстати, его до сих пор выпускают, кому он нужен, но, видимо, каким-то спросом пользуются. Лифтбэк достаточно стильный, по меркам Гранты и с большим багажником, и универсал. И пятая версия – это приподнятый кросс-универсал. У Весты седан, универсал обычный, и седан и универсал в виде кросс-версии. Ну, кросс-версию седана можно найти на вторичке, мы как раз говорим о поддержанных Вестах, а вот новые уже вряд ли появятся. Старые запасы разобрали, в рестайлинговом семействе вопрос будет или нет. Ну, ладно, это другая песня. В общем, есть из чего выбрать. Гранта во всех пяти версиях сейчас выпускается, Веста во всех четырех вариантах тоже присутствует на вторичке. На запас пространства на втором ряду тип кузова не влияет, разве что, может быть, геометрия потолка чуть-чуть варьируется, где-то будет чуть больше места для головы. Багажники. Оба седана предлагают приличный объем, у Весты заявлено 480 литров, у Гранты больше 500, и того, и другого хватает с запасом, в общем-то, на текущие нужды. Даже вот эти вот дачные переезды Веста проверено, вмещает в себя легко. Если отбросить из расчета Весту с роботизированной коробкой, которая ездит, ну, скажем так, на любителя, то, в принципе, все остальные модификации, что Гранты, что Весты, с ручкой, с вариатором, с автоматом, на ходу более чем адекватны. Хватает и динамики, ну, если не требовать от машин сверхъестественного. И тормоза у них адекватные. А вот в плане рулежки контраст, конечно, между машинами разительный. То, что я показывал снизу на подъемнике, разница в подвесках, вот она чувствуется по рулежке. Усилители руля у обеих моделей электрические, но на Весте, конечно, принципиально. Другой уровень обратной связи. Да, Веста даже в возрасте по сравнению с новой Грантой, это другой уровень. По колесам есть различия. На Гранту ставятся, в зависимости от комплектации, 14 или 15 дюймовые. На Весту 15 или 16. А на кросс-версии вообще 17. При этом по энергоемкости подвески у машин паритет. Даже на 17 низкопрофильной резине на Весте можно дубасить, не разбирая дороги. Но тут в каком смысле? Это подвеску не пробьет. И вам внутри будет комфортно. Но, конечно, потом наступит расплата в виде грыж на резине и гнутых дисков. В плане комфорта Веста опять-таки впереди. У нее лучше шумоизоляция. Это объективно. Тут даже никаких шумомеров не нужно. Обогревов. Вот обогревами даже Гранта оснащена неплохо. Лобовое стекло. Передние сиденья. Неплохой набор для бюджетной машины. Но Веста в этом плане может предложить еще больше. В дорогих комплектациях, там последних трех лет выпуска, появился обогрев руля. Ну и, в общем-то, все опции, которые у Весты есть в наличии, они даже с возрастом не сбоят, работают хорошо. Опять-таки, привожу в пример нашу семилетнюю машину. Так что в этом плане бояться поддержанной, более дорогой, более навороченной модели не нужно. Сравнение новой и поддержанной машины это штука такая популярная, потому что за те же деньги поддержанная машина будет больше, лучше, роскошнее, престижнее. Но всегда есть такие большие сомнения. А вот что с ней было у предыдущих хозяев? Сколько придется вложить в ремонт и содержание? Но, на мой взгляд, конкретно вот это сопоставление, это не наш случай. Потому что за стоимость новой Гранты вы получаете Весту, которая лучше по всем статьям. У нее те же отечественные комплектующие, которые, в общем-то, не разорительны в содержании. И самое главное, что за те же деньги вы можете найти машину с еще, да практически почти новую, с небольшим пробегом, с остатками гарантии. Так что, на мой взгляд, здесь выбор очевиден, но его делать, конечно же, вам. Друзья, у меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Напоминаю вам, что журнал за рулем представлен во всех социальных сетях. Счастливо, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok